привет всем сбор это яхты кайфаев сегодня расскажу о расходах которые я понес на ремонт яхты за прошедший год и честно скажу если я не делал максимум не делал максимум своими руками сам не разбирался во всех во всех проблемах которые происходят то можно реально тратить много много денег ну как пример вам приведу ко мне недавно обратился сосед по причалу у него тоже яхта бавария 46 футов и говорит наш у меня вибрация вибрация на винте когда соответственно подаю реверс или вперед у меня прям все вибрирует яхта скачет слышно что вот ужасные какие-то звуки играть я уже вот поменял винт только недавно вот поднимался на этом кране под ним менял винт что только уже он не делал а вибрация все на не пропадает знаете как проблемка то на самом деле вообще ерундовая у него просто закис тросик которая переключает ну грубо говоря сцепление чтобы было понятнее вот и все на самом деле решается там промывкой смазкой в дэшкой ну и потом такой специфической этой птф смазкой и всех вопрос даже сказал ну не задам копейки просто копейки главное забраться что от чего происходит вот вот так и управлём можно решить копеечным способом а можно советоваться с кучей специалистов ну и решать их вот так вот за большие деньги скажем так и так смотрите сколько мы потратили в этот сезон на ремонт яхты хай-файв ну что ж друзья приступим посмотрим какие расходы понесли что у нас действительно произошло за год каких-то вещах вы уже знаете из предыдущих видео каких-то вещах я вам расскажу новых но давайте догадимся так что я не буду отнимать ваше внимание и буду просто говорить про проблему которая была если я сказать что это видео есть на канале а ссылки на эти видео вы найдете в описании к моему вот этому вот фильму и сможете действительно посмотреть уже более подробно как решалась та или иная проблема а я постараюсь просто сейчас упомянуть все что было нового что о чем я еще не снимал и я действительно это буду вам сейчас показывать и рассказывать эти я стою в полный рост вот 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 этим с приходом моей конструкции соответственно меня головой бимени замечательная конструкция знаете не нарадуюсь всем владельцам баварии нынешнем будущем рекомендую найдете средства и силы по мне сделать такую же конструкцию ребята будете счастливы во время особенно дальних походов но и походов как у меня было сейчас в декабре по средиземному морю когда действительно холодно знаете без вот этого его конструкции было реально околеть там можно но главное другом давайте поговорим что значит шил я этот эту конструкцию делали мне ее по моему проекту в голландии и знать они применили несколько решений которые в общем то не очень годятся для для океанских просторов но начнем с того что сам материал слава богу держится но это классическая самбрелла но такого серого цвета он кстати знаете так на нем не очень сильно виден песок пыль поэтому я его использую что что значит буду сейчас более подробно показывать что случилось но во первых начали расходиться швы просто вот сейчас уже начинаю вам показывать вот показывала вам друзья сразу швы значит в голландии они используют не синтетическую нитку а сити нитку это комбинированную в общем в ней много хлопка и как оказалось это проблема то есть эта нитка просто начинает от солнца воды соленой но она как бы теряет свои свойства самое главное сгнивает и вот это вот в этом шов просто начинает расходиться то есть материал не рвется он просто вот видите как вот в этом месте вот начинает начинает расходиться по шву и причем это происходит везде и на молниях и на соответственно просто швах но вот пришлось в италии на сардинии найти местного итальянского мастера который сделал дважды мы снимали этот тент и его ремонтировали но кроме того что это так знаете стало расходиться что фактически вот это вот вот это вот шов вообще здесь вот разошелся полностью которая идет за проходит за дугой и у нас здесь действительно образовалась просто дырка вот поэтому мы вынуждены были обратиться к этому мастеру он нам во-первых поменял нашей молнии видите как они ставили в голландии вот такие черные молнии все как бы красиво и может быть это правильно что белые ведь уже начали мазаться кое-где но беда в том что на этих молниях на и не цель не целиком пластиковые беда в том что замки замки вот видите сейчас вам покажу они металлические и они окисляются на них оседает соль и молния просто перестает работать особенно страдают вот эти вот части которые ну как бы начала молнии куда мы ее вставляем чтобы замкнуть и вот это вот вообще большая проблема потому что приходится потом отмачивать поискать всякими спреями чтобы вообще начали работать но там просто покажу сейчас вот у меня видите вот закисший металлические тон он вообще вот видите он вообще не движется но просто я сейчас не особо использую вот эту вот молнию которая по кругу но она реально не работает сегодня так вот мне видите как перешили вот здесь молнии то сделали теперь новые белые и эти как я узнал от итальянского мастера что они должны быть без металлических без металлических деталей то есть все полностью пластик и он тогда в этом случае работает надежно но и то же самое видите сделали мне моим открывающийся вот этой вот частью то есть как вы знаете у меня вот это вот часть ее можно открыть и здесь можно было поменено молния потому что металлические уже начали сдаваться но и плюс тут были нитки все она приходилось перестрачивать вот это вот весь шов так что когда будете заказывать вот такой вот спрей худ новый обязательно поговорить вот эти детали то есть дьявол как всегда в деталях то есть требуете чтобы молнии были цельно пластиковые никакого металла на них не должно присутствовать и нитки тоже синтетические вот мне сейчас итальянский мастер вот просто мои швы все мои швы практически по кругу перепрошил еще дополнительно вот такой вот синтетической ниткой но и сейчас она держится то есть мы с ним поняли что материал сам по себе еще пару лет выдержит работ солнца и прочие так сказать нагрузки но еще раз оговорюсь что самое то что губительно для всех материалов это ультрафиолет но вот вот эти вот швы можно придется даже еще раз вернуться к такому ремонту кроме того видите как люди часто хватаются за руками за вот эти прозрачные наши ну сейчас попробую здесь показать ответить за прозрачные наши элементы вот этого тента и они начинают зацарапываться терять свою прозрачность но их тоже на ними тоже требуется уход и недавно мне объяснили что лучше всего к этому подходит их надо тоже протирать не просто протирать и протирать дистиллированной водой когда ты в на финально уже чистишь то на ней снова обретают прозрачность напротив меня стоял тут испанский дедушка который так начистил вот эти вот элементы прозрачные из прихода что они стали просто даже удивился пришел к нему суши чем обычно дистиллированная вода она не оставляет подтеков пусть то то вода которая мы моем да даже пресная она конечно же оставляет подтеки да ну и вот это вот видите вот этот элемент тоже прозрачный был поменен надо должно что итальянцы опять применяют более плотный материал он на ощупь значительно толще чем того что применили голландцы но в целом этот ремонт статьи обошелся 500 евро дважды снимали два раза по 250 евро мы вынуждены были заплатить за то чтобы нам можно сказать срочном порядке этот вот наш сприхуд и бимини были отремонтированы мы отремонтировали ступеньки трапа как это я сделал вы тоже можете посмотреть мое видео затратили мы на это 60 евро но знаете оказался очень хороший лак он голландского производителя был и вот уже через год ступеньки продолжают меня радовать они выглядят как новые видите вот блестят с них не сошел лак нигде есть там мелкое повреждение когда доставляли доставали генератор но лак просто видите вот в три слоя положенные лежит железно соленая вода на них иногда попадает ходим там мокрыми ногами в общем всячески не щадя их эксплуатируем но наш трап действительно выглядит как новый так что фиксируйте 60 евро и все затраты по ремонту трапа хотя каждая ступень как я уже оговаривался стоит порядка 600 евро в интернет-магазине Бавария наш мотор как и мотор на любой яхте это сердце яхты ребята почему сердце да потому что ты мотор заводишь любой стремной ситуации человек за боя там что делается первым делом заводится мотор пары ветра пришел развернула яхту перестала наслушаться там управляться что делаешь заводишь мотор перед входом в гавань там сильный ветер заводишь мотор для маневрирования заводишь мотор то есть мотор это сердце яхты он должен как у человека работать так же четко стабильно в заводится как часы поэтому мы не экономим на обслуживании мотора в этом году сезоне мы потратили опять 600 евро из чего они складываются но они складываются и стоимости масла вот но ведь и мы используемся она оригинальное масло volvo рекомендованная производителем это уже новое какое-то vds 4 с половиной то есть раньше было vds 3 теперь 4 аж с половиной якобы она еще лучше еще лучше работает в дизелях нагруженных также мы используем эти охлаждающую жидкость вольвовскую это уже не концентрат это разведенная жидкость она тоже там стоила не ошибаюсь 25 евро вот эта канистра 5-литровая фильтра 25 где-то 30 евро этого соответственно фильтры топливные это фильтр масляный вот так они стоят фильтра сипа тоже порядка где-то 25 евро но это такой знаете наборчик тут помимо самого фильтра еще и есть резинки вот сразу говорю что этот фильтр сипа я действительно можно купить и других производителей не хуже тот же ветус delphi но просто покупаешь запчасти volvo и знаете бегать из-за одного фильтра там по всем магазинам но смысла не вижу опять же экономия до 5 евро но есть вот эта самая дорога как ни странно штука это импеллер вольвский пелли стоит практически 40 евро но вот этого действительно дорого но хотя если импеллер знаете оба об об обламывает обрывает то мотор перегревается и тоже начинаются проблемы и так 600 евро на и ребят никто меня не убедит что они потрачены зря что я не сэкономил ну сколько я сэкономил бы ну хорошо 100 150 евро за сезон на фильтрах и каждый раз бы очковал и думал заведется у меня мотор не заведется а когда я сейчас шел через гибралта с ветром 45 узлов то мне приходилось практически заводить мотор знаете и вот момент я думал слава богу что я не экономлю на фильтрах и маслах так что никто меня не убедит что на этом нужно экономить мое мнение обслуживайте мотор на яхте всегда во время и используйте для этого только оригинальные запчасти и не будет у вас сомнений в том что у вас заведется но а теперь я вам покажу сейчас вот тот на сайл дайве тросик про который я говорил в начале видео это действительно надо один раз показать о чем идет речь от чего могут быть дикие вибрации надеюсь это поможет кому-то владельцам не только яхт поваре а вообще эксплуатирующих людей моторе volvo и сайл дайве volvo и так вот видите вот трос я показываю пальцем на него сейчас вот этот тросик и вот к нему вот это вот эта часть вот это вот блестящая металлическая часть она закисает на нее может попадать соль вот этот вот на этот вот шток и на нем образуется налет а иногда такие знаете как уже жесткие бугорки и вот это вот мешает движению этого троса и переключения вот этого вот вот этого вот механизма которая сейчас шевелю попробую еще раз убрать вот этот вот трос вот этот вот тяга которая переключает собственно грязь замыкает передачи либо мою лодка двигается вперед либо включается реверс в общем смазка и прочистка этого тросика ребята теперь я понял дело обязательное на своей яхте я столкнулся с этим когда пришел гавань ланце вот буквально до того как меня спросил вот этот мой сосед по причалу у меня тоже началась при включении реверса вот такая вот вибрация причем было ощущение что особо яхта не тормозит несмотря на эти удары которые происходят в трансмиссии но вот я все-таки пришло это вался мне помогли маринеры вот и после этого я залез вот это все промазал у меня восстановилась полностью способность попала все вот этой системы сайл драйвом и его и пропали все эти вибрации ну а еще поставил даже сказать что у меня уже опять началось подтекание сальников в общем в марте месяце будем снова выходить на берег подниматься на кране и менять вот эти вот сальники сайл драйва так что это уже но это уже будущее нас уж мы заговорили про сальники сайл драйва то я поднимался как вы знаете на острове гомера в прошлом году первый раз и менял сальники сайл драйва все вместе подъем деталям не обошлось порядка 750 евро так что это была тоже такая же одна из первых трат в начале сезона которое пришлось сделать для очистки последнее время использую вот такие составы итальянской компании барака это итальянские средства вот это для очистки тика первая банка а это вот уже для придания такого цвета это осветлитель тика но вот такой вот набор из двух банок стоит порядка 35 евро очень неплохо все чистят вот видите вот я недавно им очистил свой тик он действительно великолепного вида но и пришлось еще приобрести за где-то свек 5 евро вот эту вот силе то есть я не хотел чтобы видите тик поменял цвет я не хотел использовать масло кроме того на мой взгляд масло для атика потом немножко такими пятнами выцветает на солнце осилия он более такой знаете сохраняет естественный цвет дерева и самое главное так вот не не нет никакими пятнами потом не выцветает кусками но вот это вот в два слоя все пропитано и вот так вот выглядит мой теперь почищенный начищенный тик но вот это мы делаем чекаюсь раз в году не хватает мне времени и силу когда приходим на канарские острова так что но вот такие расходы порядка 70 80 евро уходит на поддержание тика нот может быть в идеальном состоянии ну и опять же день день мытья каждое знаете реально приходится по три раза отмывать платформу вот эту откидную апоэль ну и там за скамейки чтобы вот такой вид обрел наш тик так что реально вот этот вот набор расходуется практически полностью на поддержание тика в идеальном состоянии кроме того мы тратим порядка 60 60 до 100 евро зависимости от региона где мы ходим на фильтры для опреснителя вот стоит фильтра которая меняется достаточно часто иногда раз две недели иногда с месяц а это вот угольный фильтр сейчас я вам их покажу вот это вот угольный фильтр меняется раз в год он удаляет хлор из воды он используется только для промывки мембраны вот этой вот пресной водой который у нас баках но и вот этот вот фильтр меняется часто это пить 5 микрон фильтра для вот очистки самой воды перед тем как она поступает в мембрану но вот это вот расходный материал который мы действительно меняем иногда раз две недели кроме того мы понесли большие затраты как я уже опять же рассказывал в одном из видео которые на моем канале смотрите ссылку в описании про проблемы с генератором в общем генератором обошелся в 6000 евро решение этих проблем но то столь дорогая штука к сожалению продолжая тему генератора мы используем только оригинальные масла это вот рекомендованная производителем castrol gtx вот 15 высоек вязкости стандарт а3 b3 в общем смысл в том что вот генератора по требованиям нельзя заливать масло стандарта ниже а3 b3 но и кроме того якобы этот castrol он ведь тем еще и очень хорошо защищает и на основе будет уже синтетических технологий этим порядка опять же 40 евро за 4 литров канисту правда и хватает ее на две замены так как в генераторе нам около двух литров масла заливается при замене то вот антифриз мы долили один раз при установке нам его подарили но почему-то не используют видео такой мату но и оригинальные фильтра просто честно скажу я даже не оригинала особо и не встречал для фишер панда сколько не искал но вот такой масляный фильтр наверно можно опять подобрать что-то там зная размеры резь попытаться просто по размерам но знаете это стоит порядка 10 евро этот фильтр так что опять не разорительная штука на вес набора стоит 90 евро то есть у него входит импеллер фильтр фильтр воздушные но по сути вот на и прокладка вот такой еще фильтр тонкой очистки и прокладка подголовку вот такая вот вот такая вот прокладка потому что там рекомендуется каждые 200 муточасов проверять регулировать зазоры клапанные зазоры в клапанном механизме так что вот такие мы тоже несем расходы нот 3 то генератора которые мы сделали обошлись нам в 230 евро то есть это опять же с используя вот этих вот оригинальных компонентов которые мы используем но знаете когда в опять же вопросы гарантии найти экономия это такой опять процесс очень на мой взгляд стрёмный потому что например фишер панда забирала в германии наш генератор и проверяла в том числе какое масло мы используем какое в нем залито масло и слава богу что мы использовали оригинальное масло которое рекомендуют производителям так что можно найти прилететь просто с гарантией сэкономив опять на на масле например матуя нам я ну как вы помните мы еще поменяли аккумулятор сейчас у нас стоит два а джемовских аккумулятора lucas тут долго думал что они кислотные но казались джемовские даже вот еще раз проверил настройки нашего инвертора и charger 800 евро стоило это удовольствие заменить два таких аккумулятора на майорке об этом вы тоже можете посмотреть подробное видео на моем канале по ссылке в описании так как и многие вещи я уже упоминал я сказывал о многих то ну соответственно им можете вы их познаете и пересмотреть кому интересно будет надеюсь что это будет действительно интересно ну видите интерьер наш держится кухня у нас замечательном состоянии кстати опять же по икеевский интерьер который столько наслышан но вы знаете честно скажу что это икея она очень такая крепкая надежная видите вот и он все стол пол вот тут вся мебель относительно остается в таком шина рабочем состоянии за что вам сказать только производителю спасибо да может она конечно не выглядит как полированный дуб или там не знаю орех но зато видите вот она терпеливо сносит все все наши действия поверьте когда ходишь шторма много но все бьются об стол об эти стенки царапаются все задевается при приготовлении пищи тоже соответственно там попадает жиры на эти все панели в общем ребята могу сказать только одно что вот этот интерьер баварии пока служит верой и правдой и я очень доволен что в этой яхте такой крепкий интерьер вот еще я делал регулировку клапанов на садине там цены достаточно высокие но общем не обошлась эта процедура 120 евро приезжал представитель volvo penta и все мне отрегулировал ну я хоть раз посмотрел как это делается теперь могу и сам осуществить эту не очень хитрую процедуру главное знать последовательности помнить в какой последовательности при вращении вала нужно регулировать клапана посчитать ли вот этот мотор для dinghy дополнительно все-таки частью яхты онлайн надо считать потому что он действительно мы часто им пользуемся во время наших путешествий дошу присаживаться в красивых местах когда мы стоим на якорных стоянках и на садине в этом году мы очень интенсивно эксплуатировали от мотора и все-таки не прошло даром то что у нас один раз он утонул мы его промыли спасли но конечно так глубоко как надо я не лазил а на каналах сан-мигеле мне сделали за 70 евро то мотора но видимо поменяли импеллер который в ноге расположен поменяли масло но вот пришлось на садине честно просить еще раз сделать того мотора и самое главное разобраться с проблемой потому что он периодически глох потому что он переливал топливо то есть карбюратор не прекращал подачу топлива не прикрывал подачу топлива когда уже камера в карбюраторе наполнялась но и вот выяснилось что во время все-таки тогда затопления туда попала соленая вода и стал закисать вот этот вот игольчатый клапан с поплавком ну и вот в итоге значит я там мастера за какие-то небольшие деньги это все за 50 евро поставили там какой-то бэушный бэушную эту иголку но сказали что лучше поменяйте все-таки карбюратор в сборе благо он стоит не такие уж большие деньги и действительно вот я заказал в голландии карбюратор конь да могу сейчас вам показать как он выглядит внутри такой вот такой карбюратор вот его собираюсь тоже ближайшее время поменять но пока я не очень интенсивно на каналах и они интенсивно используют этот лодочный мотор но в любом случае я его поменяю я надеюсь что этим самым решу проблему с зависанием этого клапана и у меня мотор будет снова работать как часы а нас в остальном он действительно пережил затопление вот этот мотор и в общем после реанимации которые мы ему сами сделали прямо на ходу дам на борту яхты он до сих пор работает в общем-то и достаточно успешно но еще есть приобретение вот вот это вот стрела видите вот стрела которую мы используем для подъема опускания сейчас нашего улочного мотора стрела выполнена из нержавейки мне и делал тоже максон мигели на канадских островах но сразу говорю что это не дешевое удовольствие в общем 450 евро обошлась вот такая стрела из нержавейки со всему я сразу считаю со всеми вот этими вот блочками с веревочкой то есть совсем-совсем это обошлось 450 евро ну знаете удовольствие не дешевое но я уже не раз порадовался что она у меня есть потому что пользуешься этим устройством опять же достаточно часто так что вот такая стрела тоже является затратами в общем затраты на мотор и затраты на стрелу но благо что карбиратора стоит недорого порядка там 120 евро в общем 70 евро то ну где-то так еще евро в 250 обошелся нам вот это мотор и при том что новая помню он покупал его за 1200 то есть знаете практически практически пятая часть цены мотора обошлась его эксплуатация наш стоячий бегущий такелаж слава богу полностью пока исправен все работает видите как даже даже об сказал пока придаться абсолютно не к чему нам но вот самое главное что нам пришлось на садине и поменять вот этот вот якорь теперь у нас видите место дельты 25 килограммовый стоит якорь брюса скажу вам держит он мертво как часы ну еще одна проблема это вот была сломана крышка вот этого люка вот да вот такие люки ребята здесь очень они ненадежность человек становится вот на этот край он может улам поломаться сейчас я вам покажу как это выглядит потому что в это лето нам сожалению один из люков сломали наш раненый люк мы переставили под спрейхуд видите чтоб на него не так попадала влага заклеили силовым скотчем все она видна вот она идет трещина видите и вот этот угол он уже фактически не держится то есть в другом месте он бы реально протекал пропускал воду особенно в той носовой части которая катывается волнами но вот я думаю что как раз сняв это видео я его и поменяют а меня сподвигнет на это но вот она новая крышка люка вот абсолютно как вы видите она идентичная вот можно примерить положить сверху вот эта крышечка люка стоит 450 евро и это еще самый дешевый вариант еле наш общественно говоря весь интернет обыскал чтобы купить вот такую крышку люка но ведь здесь наша здесь есть уплотнитель вот он новый стоит это замечательно просто старые уже тоже выходят со временем из строя есть начинают пропускать воду я даже думал что может быть я не поленюсь и вернул ту крышечку обратно вот сюда под спрейхуд а вот эту крышку поставлю там вот я вам уже показывал что наше ротка теперь оборудована вот ведь у нас есть такой сосок у нас подключаем шланг и она оборудована насосом для прокачки морской воды видео об этом об этой установке инсталляции вы тоже найдете у меня на канале youtube по ссылкам в описании видео друзья кому-то интересно как я установил насос смотрите тоже не дешевого удовольствия зато теперь очень удобно мыть палубу соленой водой ребята ну вот что еще собираюсь сделать как это менять моторная крайне ребятки в этот сезон насадение мы провели на якоре очень много времени очень часто и использовали в день иногда до 3-4 раз это происходил подъем и опускание якоря поэтому наш мотор сдался но сдался он как-то странно он то крутит вяло так и то нормально нормальная скорость как и положено вот этой вот но самое главное что ее не надо менять в сборе открою страшную тайну что летом ребятку было не найти на соединении когда я начал вопрос изучать оказалось что стоит она почти две с половиной тысячи евро эта лебедка вот но когда уже сейчас не сезон то вот мотор например можно купить за 350 евро и поменять его отдельно а меняется ведь я вам продемонстрирую очень просто вот две шпильки которые крепят его к механизму лебедки и три болта это провода под которыми подводится напряжение 12 вольт чтобы крутить якорную лебедку вот я сейчас отправлюсь в наш форфик оттуда доступ к вот этому вот отсеку где находится лебедка но зато покажу вам когда там установлена но немножко расскажу как ее менять вот сама непосредственно якорная лебедка это хорошая модель она мне нравится это квик к ней кстати можно купить в принципе все запчасти а вот за этой вот перегородкой которая закрывается довольно герметично как раз и установлен у нас установлена непосредственно лебедка мы снизу нижняя часть мотора вот я сейчас вытащить дверь мы пока положим ведь это вот такой автор пик в котором сейчас нахожусь вот наша цепь а вот здесь стоит наверху якорная лебедка сейчас я попробую добавить цвета немножко посмотрим как это выглядит ну вот видите вот это наша якорная лебедка это непосредственно сам механизм а вот уже электромотор который как говорил крепится на двух шпильках и к нему подходят ну вот три провода соответственно два красных и один черный это подается плюс 12 вольт у нас на яхте все оборудование 12 вольтовая так что вот так вот это выглядит но сейчас я буду аккуратно вскрывать крышку и вам покажу дальше сам процесс уже замены эти вот менять якорную лебедку за с не так просто отсюда то я ее конечно открутил пуши как я уже вот она на двух шпильках прикручена но вот провода заменять ведь что приходится делать обрисованный провод он уже не проходит вот в этот вот канал до которые служат чтобы влага не попадала вовнутрь поэтому их приходится выкручивать из корпуса из корпуса вот видите получаются вот такие вот вот такие вот остаются отверстия через которые тогда вот этот провод уже мы можем вынуть ну тоже друзья скажу вам удовольствие так себе так что не устаешь восхищаться трудом ремонтников которые меняют эти лебедки прямо на 1 2 3 но может как-то них и и даже не закрепляют в этих местах чтобы это было проще когда их постоянно допустим нужно менять когда их сжигают ну окей двигаемся дальше продолжаем последний провод осталось сделать ну вот я сейчас подготовлю лебедку кстати новая лебедка на чуть мощнее она уже полторы тысячи ватт как мы видим вот этот была старая была 1000 ватт ну вот мы сейчас попробуем поменять на более чуть более мощную лебедку но для этого мне надо подготовить вот и опять же также снять освободить вот эти вот резьбы гнезда для того чтобы снова туда уже провода с этими вот фитингами при делать так что будем пробовать сейчас это подготавливать но для этого у меня есть разводной ключ и вот так я буду это делать вот пошла первая надеюсь надеюсь что видите как все дальше она легко выкручивается опа ну конечно здесь намного проще все делать чем когда ты сидишь согнувшись на коре . все-таки конечно пространство есть пространство рабочее так что так ребята готовим и будем сейчас собирать новая смонтирована выглядит это вот так обратно и уже прикрутил на шпильках и сейчас я занимаюсь конечно же прикручиванием последнего плюсового провода ну скажу вам ребята в этом положении реально все это очень тяжело делать даже иногда думаешь хочешь ли ты быть владельцем яхты кушке приходится вот эти вещи и скажешь ты не нанимаешь ремонтные мастерские делать реально самому так что сейчас будем испытывать как она работает наш якорная лебедка а поменять мы уже до поменяли осталось одеть крышечку но сначала ходовые испытания вот пришло время ходовых испытаний но для ходовых испытаний вы знаете что надо первую очередь видите открыть вот такую у нас крышечку и убрать цепь только конечно предать первоначально убедите пожалуйста что ваш якорь никуда не упадет что он надежно лежит на своем месте но и вот теперь можно попробовать без всякой на цепи взяв вот наш пультик по нажимать но смотрим вниз ну вот так вот видите все работает ну вот опять же про приятные мелочи точнее про серьезные поломки которые лечатся простыми вещами в общем стиральная машина вдруг стала барахлить останавливаться в середине цикла оставлять там недостиранное мне отжатое мокрое белье по всем признакам найти я даже честно скажу вскрыл вытащил посмотрел ну все чисто сухо все проводки проложены идеально в общем вообще придраться не к чему но полночение куда сгорел вот этот вот прям мозг машины этот контроллер это всем управляет но уже вот посмотрел сколько он там стоит стоил опять там 250 евро но я как-то вот постережался от покупки думаю у него же причина быть в этом контроллере как-то странно поработает то не работает и обратил внимание швейчики возникает ошибка замка двери и вот вы знаете вот просто банальная смазка вот этого замка двери куда входит вот этот вот штырь когда ты включаешь машину приходит шелчок и летом замыкает замок замыкает возможность открыть эту дверь пока работает машина так вот вот это просто промывкой в край жидкости для промывки контактов спреем знаете правда пустого конечно не один день а там на неделю поискал и закрывал открывал там почищал промывал в общем вот это вот этот датчик снова стала работать и обоснованность машины вернулась в общем получилось что место заказа датчик он тоже стоит порядка там 35 евро 40 для этой вот стиральной машины и в общем место заказа датчика или вот уже замены мозга да вот этого как сначала мне показалось можно было просто видите промыть этот датчик спреем для мойки контактов и вернуть ему его способность сейчас машина моя снова великолепно прекрасно работает а еще мы выполнили своими силами ремонт вот этого вот привода автопилота который видите тянет вот эти тяги идущие к нашим рулям вот соответственно превращение штурвала сдавался какой-то такой неприятный добежащий звук и когда собрали автопилот оказалось что вот эта тяга с основным мотором связано цепью похожие на велосипедную это цепь понятно за годы эксплуатации растянулась и в общем то этот вопрос мы решили всего лишь за 45 евро я заказал отдельно цепь нашел что она замаркирована конечно люмер не предлагает никаких вариантов для ремонта вот этой замены этой цепи ну он предлагает просто поменять сборе весь привод автопилота по моему за три с полной тысячи евро так что как всегда вот видите можно обойтись малой крови иногда если разобраться как первый раз мы вскрыли и поняли что проблема была в растянутой цепи теперь мы вот цепь поменяли ведь она натянута ну как это мы сделали мы опять серьезно сэкономили по что сам привод этот стоит 3000 евро грубо вот которые вы видите мы приобрели в итоге за 50 евро цепь но правда она продается пятиметровыми кусками вот и вот такие вот видите у нас теперь правда два замочка есть на ней пуши мы не можем по-другому ее срастить мы посчитали вот эти звенья их оказалось 27 и видите просто подготовили эту цепь когда я и она к нам поступила сюда на яхту мы снова сняли привод вскрыли и заменили цепь вот вот видите вот у нас кусок цепи еще раз покажу вот этот вот этот штырек был расклепан кстати это очень легко делается с помощью вот обычного вот такого назовем это зубилом да он выбивается просто в две секунды и кстати мы вот здесь тоже есть оказывается даже два замка ухты то есть это мы получается взламывали там где был замок даже видите вот тут тоже есть аж 2 у таких замочка но как бы знать мы этого не могли к сожалению поэтому так как цепь стояла вот в таком положении и по сути мы видели только вот эту часть поэтому мы здесь вот выбили один штырек и сумели ее просто снять но и новую за счет вот этих замков мы тоже одели конечно очень переживали что нам не удастся ее натянуть или не удастся выбить этот штырек но все кончилось благополучно и вот теперь у нас видите никакого люфта практически нет цепь натянута ну и у нас мы может сказать дали вторую жизнь нашему приводу автопилота еще у нас вот пострадала ребята вот это вот вот это вот прям покажу вот здесь вот стоит вот такая петелька петелька вот эта петелька у нас пострадала к сожалению она была сломана и пришлось сначала я опять же обыскался поверьте обыскался во всех интернет магазинах но такого размера как используется на баварии нет видите бавария не берет прям из обычного магазина запчасти а каким-то образом не знаю то ли их специально заказывает в общем в продаже их найти невозможно но чего тут опять же скрывать стоит она по 12 евро петелька купила их две в запас за 25 евро так что мы тут обошлись малой кровью но если пришлось ждать пока нам перешлют из германии эти петельки и в общем подведем итог друзья вот этого мы за 10 тысяч морских миль пройденных и год эксплуатации яхты на ремонт потратили 11 тысяч девятьсот двадцать пять евро практически 12 тысяч евро я считаю что это очень много по сравнению с прошлым годом где мы потратили четыре с половиной но конечно надо отдать должное что если выкинуть шесть тысяч на ремонт на покупку нового генератора то есть замену вот этого вот не гарантийного случая то в общем то мы практически видите чуть-чуть только превысили но буквально там на полторы тысячи мы превысили затраты прошлого года и при это при том вот эти вот 12 тысяч евро потрачены при том что очень много работ выполнялась самостоятельно то есть там не антифолин ки ремонт автопилота и не знаю там замена якоря и вот вот там все все что все что я мог я реально делал сам и об этом вы можете посмотреть видео на моем канале то еще раз напомню что они по ссылкам под описанием ну а сейчас я вам покажу финально табличку чтобы вы уже сами так сказать еще и зрительно представляли сколько это все стоит сколько стоит год эксплуатации яхта бавария 45 сколько мы потратили на ремонт и обслуживания за прошедший сезон так что друзья вы хотите стать автореактовладельцем реально оценивайте затраты которые вам предстоят вот видите год на год не приходится но вот в итоге твои затраты могут быть практически в два с половиной раза выше чем например в прошлом году так что я специально делюсь с вами эта информация чтобы те кто думает о приобретении яхты действительно трезво подходили к этому вопросу конечно когда смотришь на яхты все-таки такие возрастные то уже из опыта эксплуатации понимаешь сколько там действительно придется менять там все таки и навигационное все оборудование уже морально устаревшая и прочие вещи кто даже те же гальюны я уверен что потребуют какого-то вмешательства твоего еще хочу заметить что узнаете когда яхты эксплуатируется они действительно многое меняется это самом деле неплохо мне ощущение что иногда хуже когда говорят вот на яхте все оригинальное все она чуть ли не сверфи а яхте уже 20 лет ну знаете это гарантия того что вы как раз и будете все менять вот это оригинальное на новое так что выбирая яхту тоже думайте об этом вопросе и не ведитесь на низкие цены которые иногда просят за яхты все-таки каждая вещь стоит своих денег в том числе и яхта оставайтесь со мной понравилось видео подписывайтесь на мой канал поддерживайте мой канал и я вам еще расскажу много интересной информации ну как например вот о затратах за следующий сезон который у нас уже начался и последнее друзья чуть не забыл бонусная часть купили за 100 евро ice maker теперь у нас фото кубики льда вот этот аппарат производит и летом скажу вам тоже обалденная вещь когда жарко мы добавляем кубики льда в напитки и действительно получаем гигантское удовольствие наслаждаясь именно борту яхты хай файф и и Субтитры сделал DimaTorzok